Парикмахер-стилист высокой квалификации учится на протяжении всей профессиональной жизни, а о новых тенденциях узнает из первоисточника и раньше всех. Этим летом делегация имидж-студии Елены Ивановой побывала в Германии, в Берлинской академии Икона, где рождается парикмахерская мода. Школа мирового уровня работает по техникам видал сосун, то есть это чистые разделения, четкие стрижки. Видал сосун – это суперточность в стрижке, это оттяжки, угол. Это техника, в которой работает весь Запад. Пробыли мы там 7 дней. Первый день у нас был показ тренера, он делал 3 работы, выполнял. Мы смотрели, наблюдали, зарисовывали. Нам показали коллекцию 2019 года. Первый день была теория, то есть слушали, а потом отрабатывали на манекен головах. Как и во всех других направлениях моды в парикмахерской сфере, все остальные формы и линии уже давно придуманы, а тенденции заключаются в определенных комбинациях формы и цвета. В моде опять челки, то есть челки короткие, они рваные, а разная длина. Чуть короче, чуть длиннее, асимметричные, но плотные, также удлиненные. За свои годы работы я хочу сказать, что это новое то, что хорошо забыто старой. Это те, кто приходит в профессию, для них это ноу-хау. Те, кто работает уже в профессии, они просто освежили свои воспоминания. Все состоит из нюансов. Маленькие нюансы уже делают немножко другой результат. Поэтому здесь нюанс, линия среза, разделение, немножко заменять цвет, добавлять цвет. У нас была тренер Джессика, она разработала этот цвет. Всем плюс-минус, были чуть разные вариации. Чтобы посмотреть, как одна и та же работа с маленькими нюансами может по-разному выглядеть. В окрашивании это как натуральное, так и разноцветное. Оно называется свет внутри волос. Волосы же, они всегда находятся в движении, и пересыпание всегда дает игру света. Так продумано нанесение красителя, что в шахматном порядке какие-то нюансы, пересыпание дают движение. Учились мастера не только в стенах академии. Ведь много тем для размышления подкидывают и сами прогулки по Берлину. Сейчас именно многие дизайнеры и одежда, наверное, во многих направлениях черпают свои творческие идеи в уличной моде. Я бы не сказала, что они работают по-другому, потому что принцип общения с клиентом, он всегда один. Я думаю, что у них все равно немножко как-то это все больше артистично. То есть они выполняют работу как артисты. То есть мы как-то немножко по-другому это все делаем. Сама вот эта поездка, вот это перемещение. Это архитектура, это новые люди. Это тоже все вдохновляет, заряжает. Ты смотришь, как это носят люди, как они ходят и другие, другие западные. Это немножко и отдыха, и посмотрели на другую страну, и встретились с коллегами из других городов. То, как, где, на чем работает. Поэтому очень важно и очень интересно. Хочется сразу всех покрасить, всех перестричь, перекрасить, чтобы все были новые, другие, модные. Увиденное оно бесследно пройти не может. Оно однозначно заряжает, и ты уже хочешь этим пользоваться. Хочется уже какие-то, может быть, не все, но какие-то элементы обязательно используются. Самый быстрый способ изменить внешность – это новая прическа. Если она выполнена в последних тенденциях, это автоматически делает весь образ стильным и актуальным. Субтитры сделал DimaTorzok